У Виталия Белоукова перелом ключицы. На больничной койке травматологического отделения первой городской больницы оказался из-за падения с лошади. На стационаре молодой человек находится с 14 января. Рассказывает, при поступлении врач выдал два обязательных списка. 10 пунктов подручных средств гигиены, среди которых сода, жидкое мыло, мусорные пакеты и более 30 лекарственные препараты и медицинские материалы. А главное, самый необходимый для операции – пластина. Мне сказали, что мне нужна пластина 4000 гривен. Это очень весомые деньги. Я просто посмотрел в интернете и увидел эту пластину за 300 гривен. Я позвонил другу, знакомому доктору, он заведующий отделением хирургии. Он мне сказал, что в принципе разницы никакой. Скажи доктору, что ты принесешь свою пластину и пусть они тебе поставят. На что доктор мне сказал, вот где вы купили пластину, там и лечитесь. Не нравится? Выписывайтесь. За свои средства Виталий также вынужден приобретать шприцы, медицинские нитки, хирургические халаты, бинты и марли. Молодой человек говорит, персонал требует только те материалы и марки, что указаны в списках. Хотя в аптеке альтернатива намного дешевле. Не устраивает пациента и отношения медиков. Купил я повязку. Вечерняя медсестра порекомендовала мне сходить в ординаторскую, где должен был, скажем так, попросить доктора, чтобы мне ее правильно одели. Там сидело два молодых доктора. Один из них мне сказал, что что-то мне не хочется. Что-то мне не хочется, вот, как бы, вам помогать, да. А пойдите на первый этаж, может быть, там вам помогут. Заведующий травматологии рассказывает, все операции в отделении делаются на бесплатной основе. Списки, которые выдаются пациентам с подручными средствами, необязательны. Товары приобретаются людьми по желанию. А вот что касается пунктов с необходимыми медикаментами для лечения, все обговаривается с больными. Владимир Курилов отмечает, уже как 22 года отделение не получает ни одной металлоконструкции. Государство и больница средств не выделяет. Материалы для операции выискиваются своими силами. Каждому больному предлагается несколько вариантов. Несколько вариантов. Первый вариант. Есть наши украинские металлоконструкции. Они недорогие. Они в пределах тысячи гривен. Если там ему достаточно поставить какую-то тоненькую спицу, она вообще стоит копейки. Это все копейки. Но абсолютное большинство на сегодняшний день людей, которые мы предлагаем, просят нам поставить хорошие импортные конструкции. Всего лишь маленькая полосиночка. Стоимость ее 5 тысяч гривен. Это не наша цена. У нас вообще никаких конструкций нет. Принудительно. Никто никого ни разу не выписал, никому никогда в жизни не отказали в медицинской помощи, если кто-то что-то не взял. Еще раз, если берут больные что-либо, мы просим, то это один из ста. Сейчас Виталию Белоокому бесплатно установлена спица. Молодой человек надеется, что она, не являясь дорогостоящей пластиной, все равно не подведет и процесс заживления не заставит себя ждать. Но за время пребывания в больнице Виталий потратил уже 1700 гривен. Сколько кроме этого потребуется, неизвестно. Ведь находиться в стационаре придется еще не менее двух недель. Наталья Двойцина, Деливер Меджитов, программа «Наше время».